Некоторый человек или делает шаг вперед, тогда он сдвигается на полметра, давайте же скажем, сдвигается на шаг. Или он делает прыжок вперед, тогда он сдвигается ровно на два шага. Сколькими способами он в таком случае может из одного конца попасть в другой. Например, цепочка из трех клеток. Какие возможны варианты? Можно пройти в соседнюю клетку, а потом в соседнюю, а можно просто прыгнуть. А можно просто-напросто прыгнуть. Согласитесь, что очевидным образом это два варианта. Хорошо. Если маршрут состоит из двух клеточек, то вообще думать ни о чем не надо. И вы делаете один шаг и все. Вариантов один. И, наконец, если у нас просто была одна клетка, никуда идти не надо, но вообще тоже достойное дело. Ничего не делать можно единственным образом, просто ничего не делать. Хорошо. Теперь наш традиционный вопрос. Сколько будет вариантов, если полоска состоит, я не знаю, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, пусть будет десять, как в прошлый раз тоже, да? Из десяти клеток. Итак, всего десять клеток. Давайте я нарисую какой-нибудь маршрут. Вы сказали, господа, рисовать любой маршрут, в смысле, что все маршруты я не буду. Я рисую именно какой-то один из маршрут. Например, днем три прыжка. Я почитала, будет тридцать четыре. Будет тридцать четыре. Объяснить можете? Да, потому что я заметил, что блюдо дверь на первую, тогда. Да. То, что дверь идет не вперед, а дверь вверх, а на друг, назад. А дверь вверх, если... Ну вот вы подумайте, на самом деле, что все это не верят. Ребята, ошибка, которую он сделал, абсолютно стандартная в программировании, в математике. Ошибка на единичку влево-вправо, да? Добро, пожалуйста, ваш ответ. Пятьдесят пять. Так, это правильно. Одна клетка, один вариант, две клетки, один вариант, три клетки, два варианта. То есть тут первая клетка отсюда начинается. И тут просто один в десятом цифрах... Десятое число. Да. Десятое число и будет крыльцать пятьдесят пять. Да. Почему каждое следующее, это будет сумма предыдущего и вверх предыдущего? Потому что последний шаг может быть прыжком или шагом. Если угодно, последний шаг или прыжок, или шаг вперед. Можно наоборот, первый шаг или прыжок, или шаг вперед. Как вы приедете? Последний не первый. Если здесь вот выделить, то выделяется восемь клеток. И мы одним прыжком попали сюда. А дальше смотрите. Может быть другая ситуация. У нас мог быть последний шаг на единичку, но тогда выделить надо было бы сколько клеток? Девять, конечно. Здесь восемь, здесь девять. Посчитали все способы здесь, способы здесь. Понятно? Спасибо. Спасибо. Что я вам могу сказать. Точно так же, как с предыдущим, хорошо бы понять, как установить взаимно однозначное соответствие между всеми такими маршрутами. Их хотите разрезание между ножками, хотите молодыми старыми кроликами, хотите двойку и пятерку, сможете установить в реекцию способ по пути из этих вот единичек и двойку создать разрезание на доминошек. Или дерево. Можно дерево. Кстати, дерево, терминах вот этого дерева рассказать про пути. Давайте я даже зарисую. Верхний этаж рисуется крайне просто. Это одна клеточка с желтой точкой посередине. Надеюсь, что у вас тоже есть какие-нибудь цветные карандаши, или что поможет вам легко рисовать такого клеточка. Дальше возникает шаг на единицу. Из старого должны появиться два, причем они должны быть трехклеточные. Эти самые пути. Кто догадается, по какому принципу, когда у нас вообще есть произвольный путь, по какому принципу он будет у нас называться старым или молодым, и по какому принципу старый будет превращаться в два пути, а молодой будет превращаться в один путь. По какому правилу? Молодой, золотой, ставим плюс один шаг. Что такое плюс один? Хорошо. Вот у нас здесь есть левая картинка, есть правая. Скажите, пожалуйста, сюда левую или правую? Не, из тех двух. Рисовать. Левую. Левую. Левую? Да. То есть вы хотите, чтобы я сейчас нарисовал... Ребята, можно было договориться, что всегда первый шаг превращается в прыжок? Или можно было договориться, что всегда последний шаг превращается в прыжок? Тогда картинка будет вот какая. Здесь у нас те самые четыре клеточки. Вот этот шаг, все нормально. А дальше прыжок. Он молодой, что он слышит, что последнего шага нет, если только последний прыжок. И поэтому здесь я могу рисовать только четыре клетки, и при этом без изменения рисую прыжок, а дальше пририсовываю шаг. Смотрите, что есть что. Этот старый, в смысле, что здесь шаг. Этот молодой, потому что последний прыжок. А этот старый, потому что здесь шаг. Все, теперь я могу сформулировать принцип. Молодой называется та последовательность, когда последний – это прыжок. То есть в конце мы делаем не шаг, а прыжок. А старым называется последовательность, когда последний – это шаг. Из любого молодого, то есть когда последний прыжок, мы получаем старый просто пририсовываю. То есть из этого молодого получится так, мы это сделаем и пририсовываем один шаг. А из любого старого два варианта. Либо пририсовываем шаг, либо последний шаг преобразуем. Эту билерцу я объясню.